А в Печорской детской школе искусства прошел 8-й открытый муниципальный конкурс исполнителей на народных инструментах имени Анатолия Иконникова. Известного печорского аккордеониста-виртуоза Анатолия Ивановича Иконникова уже 6-й год нет с нами, но конкурс, основанный когда-то по его инициативе, проводится до сих пор. Он был организован для тех, кто любит игру на аккордеоне и баяне. С каждым годом конкурс привлекает все больше одаренных детей и в настоящий момент достиг республиканских масштабов. В этом году свои умения продемонстрировали 34 ребенка. Конкурс, как всегда, проходит интенсивно, организованно. Конкурс проходит в один день и есть конкурсы, где несколько туров, здесь один тур. И просто разделены возрастные категории. Это младшие, средние, старшие, вот такие возрастные группы. Сегодня здесь Печора, Инта, Усинск, Ухта, Ярига. Приехали из Карткироса впервые, наверное. Ну, пожалуй, все. Есть очень яркие, сильные ребята. И есть просто те, которые любят музыку, которые учатся, которые участвуют, может быть, в первый раз. Ну, и, как всегда, конкурс – главное участие, главное посмотреть, что делают другие. Победа, конечно, имеет значение, но, наверное, не самое важное. Все участники конкурса – ученики музыкальных школ и студий Республики Коми. Со временем перечень музыкальных инструментов, на которых играют юные музыканты, был расширен. Так и в этом году на конкурс приехали не только баянисты и аккордеонисты, но и те, кто играет на гитаре, домбре и балалайке. Оценивала конкурсантов жюри, в состав которого входят опытные педагоги. По десятибалльной системе оценивается. У нас есть разработанные требования, как 10-9 баллов, 7-8. Вот за что оценивается. Ну, конечно, это и выученность, это и, ну, для малышей с натяжкой, можно сказать, мастерство. Но, тем не менее, вот владение инструментом, владение приемами различными. Для ребят постарше, конечно, музыкальность, артистизм – это все учитывается. Владимир Заборонок приехал на конкурс в Печору из поселка Ярига Ухтинского района. Юноша занимается музыкой восьмой год, играет на аккордеоне. Я приехал на этот конкурс второй раз, первый раз тоже был для меня удачным. Мы заняли первое место в ансамбле, и я тоже первое место занял сольно. То есть не первый раз сюда приезжаю. Каждый раз новое волнение, так сказать, появляется. И говорить о том, что волнения не было, или его было меньше, нельзя. Другой участник конкурса Дмитрий Силуянов также играет на аккордеоне. Юноша занимается в Ухтинской музыкальной школе номер два. Начинающий музыкант в этом году впервые принял участие в конкурсе республиканского уровня. Узнал много нового, многих людей, даже, так сказать, знаменитостей будущих. Ну, понравилось, конечно, да, понравилось. Анастасии Винницкой 9 лет. Эта хрупкая девочка умело управляется с аккордеоном. Юная музыкантка уже достигла определенных успехов. Здорово, мне очень понравилось. Безусловно волновалась. Очень понравилось. Много нового узнала. Я получила диплом первой степени, номинации аккордеоны и баяны. Под конец тяжелого дня на сцене детской школы искусств были подведены итоги восьмого открытого муниципального конкурса исполнительных на народных музыкальных инструментах имени Анатолия Иконникова. В номинации струно-щипковые инструменты дипломы третьей степени получили Иван Люгаев и Игорь Абдулаев. Дипломы второй степени Мария Фололеева и Сергей Надеев. Диплом первой степени вручили Александре Карандашовой. В номинации баяна-кордеон диплом третьей степени получил Дмитрий Васенин. Диплом второй степени Вадим Добров. Дипломы первой степени Анастасия Винницкая, Дмитрий Лазарев и Владимир Заборонок. В номинации ансамбли струно-щипковые инструменты дипломы второй степени получили Александр Лебедев и Илья Сырников. Дипломы первой степени Мария Фололеева, Екатерина Чумякова, Дмитрий Энтальцев и Александр Минеев. В номинации ансамбли баяна-кордеон дипломы первой степени получили Владимир Заборонок и Дмитрий Лазарев.